есть у нас предплечье есть у нас плечо есть сустав ну и давайте мы вот начнем с предплечья хотя мы тело оставим чтобы видеть вот у нас есть предплечье хорошим сустав предплечье мы в данном случае можем просто-напросто скопировать и поставить выше какая-то странно длинная рука получается но ничего страшного так как у нас уже сустав по размеру имеется мы опять же его копируем вставляем в плечо поднимаем до уровня который нам нужен и опускаем ниже по иерархии шейпов стрелочками и создадим сразу крестики надо было крестики сразу создать чтобы копировать сустав уже с крестиком чтобы нам не приходилось это все заново отрисовывать на каждом элементе но да ладно мы люди с вами не горды поэтому мы этот крестик просто-напросто скопируем и вставим заново теперь мы на предплечье и плече выключим заливку контуром ну раз уж вот так все хотят чем мы можем поднимать ниже так теперь мы создаем косточки для вот этого всего чтобы мы сейчас привязали и уже дальше мы с вами не мучились выключим заливку слоя и создадим управляющие кости для нашей руки здесь я не буду сейчас кости для недеструктивного сжатия создавать потому что это в данном случае вообще не нужно а если вы создадите это никоим образом никак не повлияет на итоговый вариант то есть вы их можете добавить или убавить вот у нас есть с вами давайте наверно кисть еще нарисуем какому чтобы всецело понимать вопрос хотя знаете что мне сейчас голову пришла другая идея все то же самое только с суставом который мы с вами нет это все равно надо надо так что пускай будет так а дальше вы сможете скобинировать с первым вариантом теперь мы с вами это все помещаем в папку кисть плечо предплечье сустав рука надо писать рука надо писать по русски так предплечье должно быть выше плеча почему она мне ниже и кисть должна быть ниже предплечье давайте самую рандомную руку нарисуем быстро прошу прощения что не подготовился вот этой рукой замотался устал так что ничего не успел она будет вот такого цвета у нас и теперь у нас весь прикол в чем в большинстве случаев чтобы не видеть сустав мы тело не привязать представляете чтобы примерно рисовать так чтобы не видеть сустав мы рисуем тело руку в основном за туловищем вот в данный момент нас рука вот находится за туловищем то есть мы с вами можем сейчас какие-то манипуляции производить там что-то делать так вот простейший рик у нас с вами получился но смысл то весь в том что зачастую банально то и не надо чтобы вся рука была спереди то есть как раз прикол весь в том что нужно чтобы потому что вот так рука спереди тоже выглядит достаточно часто не так как нужно но кстати сейчас у него слишком длинные руки на этом примере возможно это покажется не очень но все равно давайте мы сейчас с вами разберем чем смысл хотя давайте для наглядности мы все-таки вот эту вот этой части мы сделаем с вами для недеструктивного сжатия так и сделаем ту же структуру рук который показывал вам лёша чтобы сейчас прям время не тратить мы точнее на объяснение не трать время вы можете посмотреть это в предыдущем стриме ага понятно забыли все ставку или привязать и кстати можно сразу эти крестики по на удалять нафиг они нам не нужны мы так как мы уже сделали косточки мы можем не удалять так вот собственно у нас вот такая рука сейчас мы создадим референс этой руки поместим ее выше тела и у всех слоев мы выключим с вами видимость мы выключили видимость зачем а чтобы создать экшен с помощью которого мы с вами будем активировать по очереди видимость наших конечностей или частей конкретно вот этой руки над туловищем положение когда у нас кость стоит вот так мы собственно ничего не включаем дальше мы включаем видимость кисти далее предполечья включить пожалуйста далее мы включаем плечо и вместе с плечом мы включаем сустав и и теперь нам надо повернуть кость чтобы экшен заработал ну и что мы имеем то есть вот у нас персонаж вот у него рука и почему мы шарахаемся от контура который снаружи потому что нам ну вся проблема в том что нам надо руку то поместить выше чтобы у нас появилась и предплечье и кисть но мы можем от этого избавиться именно вот такой нехитрой системы то есть рука появилась выше а в крайнем случае когда уже нужно будет прямо вот вся вся рука вот тогда можно ее и включить то есть смысл заключается в том что нам не надо с вами переносить всю руку над туловищем чтобы у нас появилась какая-то часть от этой руки вот чем смысл ну еще получается можно немного дальше углубиться в данный процесс и мы можем с вами например по итогу мы захотим чтобы у нас давайте мы сейчас посмотрим как это выглядит вот сейчас мы смотрим и у нас это выглядит так что у нас предплечье находится ближе чем плечо и визуально и по так скажем сортировке слоев а если например у нас мы стоим вот этот персонаж вот сейчас находится спиной к нам то как бы рука когда выглядит вот так по идее то со спины выглядеть не так по идее со спины у нас должно быть плечо выше предплечье ну и тогда мы можем с вами сдублировать просто плечо и в экшене мы просто включение второго плеча перенесем на кадр вперед чтобы у нас экшен сработал так секундочку да все отлично и тогда мы с вами получим вид того что у нас что мы что-то не сделали или сделали неправильно мне кажется я ключ не подвинул да надо было ключ подвинуть сюда оп секундочку в чем проблема либо я уже топлю настолько сильно что ничего не соображаю ничего не соображаю а я слишком далеко подвинул ключ включения ну вот и теперь мы можем прям вот сымитировать то что персонаж стоит к нам спиной от руки в боке то есть вот это уже больше похоже на то что персонаж стоит к нам спиной можем сейчас плюс поиграться еще с одним экшеном чтобы прям наглядно показать как это должно выглядеть вот прям по итогу то есть насколько процесс может стать автоматическим пускай у нас будет вот эта кость она будет отвечать за поворот тела ну и вот допустим мы сразу руку подвинем чтобы она была вот так за туловищем обыграем ее вот вид который должен быть ну и дальше мы повернем руку в три четверти подвинем подвинем в сайт в профиль дальше в одну четвертую и дальше вот она совсем со спиной то есть ну как бы у нас рука сделала полкруга экшены для своих проектов а я не а не начать ли делать экшен для своих проектов какие экшены смотря ну и чтобы у нас прям совсем все по красоте выглядело мы с вами тогда и тушку персонажа немного поправим чтобы это у нас все таки были какие-то визуальные изменения ребят стрим просел что ли вырубился или в чем проблема мне просто сейчас youtube сказал что соединение упало так а в чем проблема делай пожалуйста вот в этом положении у нас персонаж станет совсем худышкой здесь мы опять его немного разгоним и к этому положению мы просто скопируем ключи из нулевого кадра и теперь мы добавим к давайте ка мы сейчас оп оп и теперь вот к этому мы с вами добавим то как это должно выглядеть то есть если мы находимся сзади рука находится сзади то есть мы в фронтальном ракурсе пробиваем ключ и далее мы поворачиваем кость так чтобы у нас вот в таком положении да у нас рука находится перед телом далее у нас рука остается на опять таком же положении в 3 1 4 r l в том же положении а вот тут мы уже можем кость поставить так чтобы у нас автоматически например руки а нет наоборот это швид со спины по идее руки должны быть спереди а хотя нет давайте такая ставим оп текс то есть все так работает и плюс ко всему мы можем выключить всю эту видимость то есть мы можем спрятать или же мы можем продолжить работать с тем что мы имеем так вот не мы не очень очень п